Как оградить детей от групп смерти и запрещенных сайтов в интернете, обсуждают сторонники Единой России. Предлагают внести в школьную программу уроки кибербезопасности. Причем обучать по новой дисциплине могут не педагоги, а волонтеры из молодежного движения. Общественные специалисты будут рассказывать детям о том, как не попасть под чужое влияние в интернете. Идею уже поддержали в Министерстве образования. Но самое главное, это на мой взгляд, все-таки выстраивать внутри человека, молодого человека, соответствующие механизмы защиты, психологической защиты и противодействия той самой негативной информации, которую мы так с вами все и боимся, негативного воздействия. Еще одно предложение – проводить мастер-классы для родителей и объяснять, как можно контролировать активность детей в социальных сетях, но при этом не давить на них, чтобы не провоцировать протест. Отмечу, что в последнее время в России произошло несколько попыток детских суицидов. Зачастую с подростками в соцсетях связывались так называемые кураторы, которые предлагали выполнить задания. Последнее из них – свести счеты с жизнью. Сейчас в стране разрабатывают законы для борьбы с такими случаями. В частности, в Уголовном кодексе появилась новая статья «За склонение к совершению самоубийства». И ужесточено наказание за доведение до суицида, до 15 лет лишения свободы. Но пока этих законов недостаточно. Интернет подобен рождающимся в 20 веке автомобильному движению. Автомобили есть, а регулировок нет. То же самое в интернете. И все законодательные инициативы будут впереди. Мы будем только еще видеть те законы, которые будут регулировать поход на тот или иной сайт. Я думаю, что сейчас как раз об этом шла речь. И, может быть, наш сегодняшний круглый стол, он как раз будет нам целен на то, чтобы наши законодатели, наше законодательное собрание, их комитеты обратили на это внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова